И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас разговорный видеоролик, который я хотел бы, наверное, уже записать давным-давно, но в связи с тем, что были турниры, были ещё какие-то дела, никак я не добрался до него, но сегодня уже полноценно готов записать, рассказать вам, что я думаю. И есть очень одна интересная такая вот темочка, как вы знаете, там, недавно мы выиграли звезду, да, кто не видел, кто не шарит, то вот она, но сегодня у нас разговор будет точно не про неё, а разговор будет у нас связан с корпусом Харёк, с тем, что его совсем скоро у нас занерфят в игре, как вы, возможно, знаете или не знаете, в ближайшее время, может быть, через месяц, может быть, через неделю, может, через две, никто не знает, но скоро у нас в игре ожидается нерв, нерв данного замечательного, интереснейшего корпуса. Сегодня я хотел бы поговорить вообще на эту тему, хотел бы рассказать свою точку зрения, да, и многие, возможно, там зададутся вопросом, почему его нервят, вроде как он и так нормальный, да, зачем его ухудшать, но всё-таки, с одной стороны, безусловно, есть моменты, за что данный корпус нужно нервить, ну и, по сути, на данный период времени это является самым, данный корпус является самым имбовым корпусом у нас вообще в игре в матчмейкинге, да, то есть я не буду сейчас углубляться в БВП бои, в матчмейкинге, самый имбовый корпус, за счёт чего? Конечно же, за счёт овердрайва. Сегодня мы по этому всему поводу поговорим, я думаю, что сейчас запикаемся в какую-нибудь каточку, надеюсь, что я в течение одной катки успею всё это дело изложить, ну и если вам, друзья, заходят подобного рода видеоролики, обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, спасибо, друзья, всем, кто уже подписан, у нас уже 9000, я надеюсь, что мы будем идти только и только вперёд. Если мы вернёмся к Харьку, почему я вообще решил о том, что будет вообще нерв Харька? Изначально у нас был видеоблог, если я не ошибаюсь, 2 недели назад, в котором была показана картинка, на которой было написано что-то вроде того, что совсем скоро у нас будет нерв данного замечательного корпуса. По сути, нерв данного корпуса должен был быть уже давным-давно, ну, если уж не давным-давно, то пару-тройку месяцев назад так точно, потому что всё-таки в матчмейкинге уже в приоритете начали игроки все играть на одном корпусе, а если мы уже рассматриваем игру как равноценные и равномерные вооружения, то есть, чтобы всё было примерно одинаковое, то Харьок из-за этого контекста уже сразу же выделяется. А если у нас выделяется корпус, то нужно сделать так, чтобы он был примерно равен остальным корпусам. Чтобы не было у большинства желания покупать именно только его и играть только на Харьке, потому что порой бывают даже такие моменты, когда тебя заходят, например, и персонально фокусят. На Харьке это сделать довольно-таки просто. Если же взять любой другой корпус, даже тот же Хантер или Викинг, то в связи с тем, что и овердрайв у тебя дольше копится, и то, что уже, ну, есть какое-то определённое утяжеление корпуса, то и возможности как таковой у тебя уже особо нет. Что касаемо Харька, то, как я уже сказал, на данный период времени это самый имбовый корпус за счёт своего овердрайва, за счёт того, что у него есть и скорость, у него есть и возможность наносить большое количество урона за счёт отключения расходки, грубо говоря, противнику, когда вы с овердрайвом наносите урон, и плюс ко всему этому вы ещё игнорируете резист. Игнорируете резист, игнорируете ещё и купол противника. То есть любой титан в матчмейкинге становится абсолютно бесполезной вещью. Что нужно сделать с Харьком, как по мне, да, и что вообще скорее всего будет у нас с Харьком, что я думаю, да, скорее всего время овердрайва данного корпуса просто-напросто изменится. Я не думаю, что стоит менять характеристики самого корпуса, не стоит углубляться в эти вещи, не стоит ломать механику данного корпуса, потому что, как по мне, это очень глупая вещь. И нужно просто в очередной раз взять и занерфить этот овердрайв. Уже, если я не ошибаюсь, два нерфа овердрайва Харька, если кто знает лучше, поправят меня в комментариях, если я ошибаюсь, да, было. Два нерфа. То есть сокращали время, сокращали полезность действия, да, данного овера, но все равно он эффективен, все равно он нагибает, и с этим, безусловно, нужно что-то делать. Да, с точки зрения разработчиков, они сейчас на этом очень хорошо выиграют, потому что большинство игроков все-таки в матчмейкинге уже прикупили себе эти Харьки, выкачали их, и сейчас, когда занерфят, игроки будут вынуждены покупать себе что-то новое, прокачивать что-то новое, соответственно, вкладывать опять игровые ресурсы в покупку новых вещей. Появится у нас новая имба? Или не появится? Скорее всего, нет. Скорее всего, просто приравняют Харек к условному, там, например, Васпу, и он не будет сильно выделяться, и у всех нас появится возможность приобретения либо игры на других, либо имеющихся корпусах уже, которые у вас есть, да, потому что большинство игроков имеет большое количество корпусов, и не играют только на одном и том же, но просто один в приоритете, который нагибается, а это другие как бы есть, но они их особо не используют. Будет возможность их поиспользовать, ну, либо же у кого единственный есть только корпус Харечек, тот будет вынужден приобрести себе какой-нибудь другой корпус, который ему будет по душе. Я считаю, что, скорее всего, я буду отталкиваться на Васп, на быстрый корпус. Мне в последнее время в матчмейкинге, ну, не знаю, как-то скучновато играть на каких-то средних танках, и я думаю, что я свою точку зрения по этому поводу не поменяю. И, как вы знаете, мы там выиграли звезду, соответственно, там у нас будет возможность выбора дополнительного устройства на свой аккаунт, на, например, любой корпус, да, я уже задумываюсь о том, чтобы приобрести себе устройство как раз-таки именно-таки на Васпика, а не на какой-то другой корпус. Я надеюсь, что на момент, когда я уже точно решусь выбирать устройство, я свою точку зрения не поменяю и возьму все это дело, конечно же, на Васпа. Но пока торопиться, я думаю, что не стоит, все-таки у нас еще ожидается нерв. Почему именно сегодня я решил записать этот видос? Спросите вы меня, наверное, надо было это сказать пораньше. Как вы знаете, сегодня у нас начался новый челлендж, А в новом челлендже у нас второй раз подряд за месяц, то есть вот у нас был первый челлендж в этом месяце июльский, сейчас второй июльский челлендж, и дважды у нас устройство на какой корпус? Правильно, на хорек. Соответственно, после того, как разработчики делают такие вещи, у меня в голове, ну, очень-очень быстро сразу же появляется мысль о том, что совсем-совсем-совсем-совсем скоро будет нерв данного замечательного корпуса. И разработчики, как всегда, выезжают на этом, да, как бы, ну, возьмешь ты этого харька, да, тяжелого, ну, поиграешь ты на нем, ну, максимум, я думаю, там, ну, недельку-две, ну, три, да, силы там. Потом же ты будешь вынужден приобретать что-то новое. Ну, а те ребята, которые вложили свои денежные средства на покупку устройств на данный замечательный корпус, то я вовсе вам соболезную, наверное, так можно выразиться, потому что, ну, это неприятно. Определенно это неприятно, когда ты вкладываешь свои денежные средства в игру, в определенный корпус, а потом, через какое-то время, ты узнаешь о том, что данный корпус будет просто-напросто занервлен. И ты, ну, по сути, потерял пустую, можно так сказать, деньги. Я надеюсь, что многим ребятам данный видеоролик будет полезен. Вы задумаетесь о уже каком-то другом корпусе. Я рассказал свою точку зрения, вы можете в комментариях написать свою. Возможно, вы думаете по-другому, да, вы склоняетесь к средним, например, корпусам, да. Мне интересно было бы узнать, какой корпус вы для себя вообще считаете идеальным, если не смотреть на харька. Да, то есть, вот, представьте, что сегодня вы заходите в игру, а харька либо же нет, либо он просто мусорг. Ну, просто ни о чем корпус, да, вот, ну, он вообще никакой, да. И вот, задумайтесь, какой вы корпус сразу возьмете. И напишите по этому поводу в комментариях, мне будет очень интересно услышать ответ на данный замечательный, интереснейший вопрос. Наверное, это все, что я хотел сказать вам сегодня. В ближайшее время постараюсь записывать намного чаще видеоролики. Все-таки, в связи с тем, что были там финальные части турниров, я концентрировался именно на этом. Слава богу, сейчас все уже это дело закончилось. Я надеюсь, что сейчас я соберусь с мыслями. Запишу определенное, может даже большое количество новых интересных видеороликов. Это будут и те рубрики, которые у нас были, там аккаунты определенные, и по сетапам будут определенные видосы, да. Я уже говорил об этом на стримах. Кто не знает, кстати, стримы у нас сейчас даже моментами довольно-таки рано запускаются. То есть, ну, примерно 9-10 часов вечера по московскому времени. Всегда можете зайти, присоединиться к нам, поиграть вместе, пообщаться, провести время, да. То есть, нажмите на колокольчик, не пропускайте ничего, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а у меня на этом все. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.